Куда ушли деньги, будет разбираться следствие. Между тем, на этот миллиард рублей можно было расселить несколько многоквартирных домов. Их в городе больше десятка в плохом состоянии. В основном это бывшие общежития. Они были построены 40-50 лет назад, как временное жилье. Но теперь комнаты приватизированы, и вместо студентов и командированных там живут семьи, как амичи становятся в буквальном смысле заложниками общей кухни и туалета, расскажет Павел Ремнев. Бывшее общежитие завода Омск-Гидропровод. Как говорят местные, коридорного типа с большим холлом, где много лет назад был вахтер. И без того несвежие стены со следами народного творчества после недавнего пожара дочерно покрыты сажей. Возмущенные жители жалуются в социальных сетях. До случившегося не было никому дело, что общежитие в аварийном состоянии. А сейчас и подавно. А при встрече признают, в пожаре виноваты сами. Сваливали мусор под лестницей, там же курили. Да и взносы за содержание жилья здесь платят. Не всем. Главная проблема в том, что у нас получается так, что управляющая компания выставляет счет на одну сумму дому. Дом оплачивает меньшую сумму. И вот получается, что что-то они не делают по каким-то пунктам. Потому что нет оплаты. Жильцы говорят, мы не будем оплачивать, пока они не сделают. По расчетам коммунальщиков, в среднем в бывших общежитиях коммунальные квитанции не оплачивают до 70% жильцов. А потому приводить в порядок старые дома не на что. Делается тут, как правило, только аварийный ремонт, реже текущий. Те же, кто платит исправно, становятся заложниками обстоятельств. Просто отваливается краска. Вот мы в прошлом году красили. Ну вот он результат. Комнату в общежитии на пятой корне Ксения с супругом купили год назад. На квартиру денег не хватило. Тогда же сделали ремонт. Но из-за протекающей крыши переживают, что продержится он недолго. Исправно по квитанциям платит и соседка молодой семьи, пенсионерка Татьяна Суша. Но вот ходить вынуждена по обшарпанному подъезду. Таких, как говорится, наберется, может быть, 70%, которые платят. А управляющая компания все это пропускает мимо ушей. Они только, как говорится, настыкают. Это бывшее общежитие. Но бывшее общежитие, оно же тоже здесь живут люди. На сайте управляющей компании «Триот», обслуживающей общежитие, указано, что его жители должны более 200 тысяч рублей. А значит, работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания компания производить не будет. Вся проблема, наверное, в том, что нету собственников. Вот и все. Потому что практически 50% по тому дому – это квартиросъемщики. Возможно, да, они платят исправно своему собственнику. Нанимателю. Нанимодателю. А дам дальше как-то стопор. То есть, в принципе, дальше деньги не доходят за обслуживание. Кто собственник, он сам не проживает, ему как-то не вникает проблема этого дома. Таким образом, добропорядочные жильцы становятся заложниками тех, кто по квитанциям не платит. Коммунальщики предлагают выселять неплательщиков из квартир. Впрочем, здесь закон на стороне людей. И просрочка по счетам не может быть основанием для того, чтобы выгонять на улицу. Павел Ремнев, Ольга Кочкурова, Александр Рябуха и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.